Дорогие зрители, уже можно садиться, надеюсь, что всем хватит места. Меня зовут Игорь Белый. Я пишу песни. Некоторые из них сегодня исполнил. Что еще надо сказать? Если у кого-то есть мобильные телефоны со звонком громким, то лучше, наверное, их выключить. Ну или как-то убрать громкий звук. Вас неожиданно много. И исходя из этого, я решил по-другому построить концерт. Потому что изначально я думал, что вот придет человек на посиделки какие-то, человек пять, сделаем какое-нибудь одно небольшое отделение, такое вот, типа посиделок. Но сейчас я думаю, что можно сделать, например, два отделения с перерывом наперекур между ними. Про какие-то из песен я буду что-нибудь рассказывать, а про какие-то не буду, потому что что про них говорить. Можно, если у кого-то есть желание, поиграть в Бакова. То есть вы пишете записочки, там, посылаете мне как-то, а в записочках я на них там либо отвечаю, либо не отвечаю. Но если там, например, в записках будет название песен, и если эта песня будет, например, в списке, который я подготовил к сегодняшнему концерту, то я очень сильно порадуюсь. Будет совпадение. Кому-то будет приятно. Первая песня называется «Божьи дурачки». Ни о чём судьбу не просим, ничего не ждём. Снова наступает осень проливным дождём. Вдаль протянется дорога, всё бурьян да сныть. Никого нет, кроме Бога, чтобы полюбить. Топай, топай, не убудет ни дрова колоть. Отчего-то тоже любит дурачков Господь. Холод, голод, злые взгляды, седина к вискам. Всё достанется в награду Божьим дурачкам. Ай, дай, яда, дай, дай, дай Божьим дурачкам. Ай, дай, яда, дай, дай, дай Божьим дурачкам. Сдукнут ставнями оконца зимние ветра. Ночь морозная начнётся паром изо рта. Под накою хрустнет льдинкой новый поворот. Занесённая тропинка дальше поведёт. Если б где остановиться лучше до темна. Но мелькают словно спицы страны времена. И в любой эпохе видно даже без очков Этих странных безобидных Божьих дурачков. Ай, дай, яда, дай, дай, дай Божьих дурачков. Ай, дай, яда, дай, дай, дай Божьих дурачков. Этот склон такой пологий, лучше не скользи. Нет весной иной дороги, кроме погрязи. Дурачкам опять веселье, словно горя нет. Как так можно жить бесцельно? В чём у них секрет? Как бы горек хлеб не вышел, всё-таки он был. Если что-то дал Всевышний, значит, не забыл. Холод, голод, злые взгляды, вечные тычки. Постоянно с Богом рядом Божьи дурачки. Ай, дай, яда, дай, дай, дай Божьих дурачков. Ай, дай, яда, дай, дай, дай Божьих дурачков. Эта песенка появилась, вот про неё как раз можно рассказать. Она появилась, потому что мне однажды года три назад позвонил Александр Семёнович Ливенбук, художественный руководитель театра «Шалом» в Москве, он же автор знаменитой «Радио Няни». И попросил меня написать тексты к песням для их нового мюзикла по сценарию Феликса Канделя. И вот я три года назад там сочинял, сочинял, сочинял эти тексты, заодно придумывал музыку какую-то к ним, а потом неожиданно для себя узнал, что от меня хотели только стихи, только в смысле тексты. А музыку там есть у них кому писать. И вот как-то недавно я услышал, что там из этого получается, пришёл сильное недоумение. И я не знаю, что из этого получится, но, наверное, что-то интересное. И как раз недавно где-то в интернете я нашёл упоминание о том, что «Шалом» наконец-то близится к окончанию репетиции, и, может быть, этой осенью уже не покажут этот самый мюзикл, который называется «Адам и Ева». И мне ужасно интересно, что там из этого получится. А остальные песни из этого мюзикла я не люблю петь. На дороге домой На дороге домой Поворот направо Скобяная лавка в осенней спячке Я табак всегда выбираю, я вам Мне до дому как раз не хватает пачки Вот крупа консервы, свеча из воска Продавщицы две на лицо похожи Мать ворчит на дочь, что-то вертихвостка Дочь ворчит на мать, в смысле, что-то тоже Дочь ворчит на мать, что-то тоже Там всё время пахнет солёной рыбой Я терпеть её не могу, но вкусно Отомление происходит, ибо Я вхожу туда, а в желудке пусто Приближается рыболовец кисенья Расправляя электрогирлянды сети Обязательно между горящих звеньев Мрак темней, которого нет на свете Мрак темней, его нет на свете Отправляемся через века и страны В маяке пылает свеча из воска Я держусь за поручень из титана В нём прорезано имя той вертихвостки Порт морской превращается в остановку Тормозит автобус шипящим звуком Я пришёл домой, мне слегка неловко Перед скользким трапом подали руку Перед трапом подали руку А с этой песенкой тоже была недавняя история Я её недавно пел на концерте в Германии В городе Марбурге И неожиданно меня переклинило в самом начале Я спел вместо первой строчки На дороге домой поворот направо Я спел на дороге домой поворот налево Ну бывает такое Но это же конечное слово К нему нужна другая рифма И вот вместо строчки Я табак всегда выбираю Ява Пришлось петь Я табак всегда выбираю Ева Есть такие сигареты Правда они женские Я потом решил, что наверное Направо это для мальчиков песня Чтобы мальчики пели А с сигаретами Ева это будет дамский вариант Нет, для мальчиков направо как раз Следующая песня называется Карманный ангел Кто прячет секреты в глухих закромах А кто под подушкой из ситца А я ничего не скрываю в подсимах Мне не интересно таиться Но тайну мою даже при цвете дня Никто никогда не узнает Мой ангел в кармане живет у меня И тихо на флете играет Уже больше года в карман Не возьму предмет тяжелее пушинки Туда я вколол для комфорта ему Иголку от швейной машинки Смывает ли дождь городские огни Или крутится снег постоянный От ныне в году лишь погожие дни Со мною мой ангел карманный Он так отзывается в жизни моей На каждый особенный случай Любая удача теперь веселей Под звуки мажорных трезвучий Не ладится тело, болит голова И почта давно не приходит На флете барочной тоскливая фа Карманный мой ангел выходит Вчера поздно вечером я повстречал Знакомого мне музыканта В пустом переходе метро он играл Негромко на флете анданте Скажи мне, кому ты играешь сейчас? Какой ожидаешь награды? Ответил он, скоро экзамен у нас И мне репетировать надо Да-да-да-да, да-да-да-да Пам-па-ра-рам-пам-пам И вот я остался опять одинок Иголка ржавеет в кармане Я знаю, что мир наш имеет свой срок И существовать перестанет Расколется небо, сметут города Небесного воинства фланги И в громе их труб я услышу тогда Как славно играет мой ангел По поводу этой песни Ко мне однажды подошла девушка и спросила А зачем вкалывать иголку от швейной машинки? Я понял, что не все знают эту шутку А шутка эта на самом деле происходит Из глубокого средневековья Была такая философская школа Европейская средневековая Называлась она схоластика И, значит, ну Какая она там именно была Это не важно А важно то, что считалось, что схоласты Они как раз такие оторванные От реальной жизни ученые сильно И в качестве насмешки над ними Приводилась известная такая фраза Сколько ангелов могут разместиться на кончике иглы Ну и как бы никто не может на это ответить Потому что это абсолютная абстракция Вот такой пример схоластики Поэтому всяким ангелам на кончике иглы В первую очередь должно быть удобным Я так решил Чертей? Ну, кто-то, значит, спрашивал про чертей Кто-то про ангелов Кому что ближе? Все-таки считали, да? А у какой-то там 8 Прекрасно Хорошо Вот, еще в этой песне фигурирует такая вещь Как барочная флейта Это тоже отдельный совершенно инструмент Он не похож на известный нам блок флейты Разница сильная вот в дырочках И в способах звукоизвлечения Там самая сложная нота на барочной флейте Это фа Ее, во-первых, очень трудно взять А во-вторых, когда она звучит Она звучит Преотвратно Примерно так же, как я освещу в этой песне Песенка под названием «Автостоп» Кто-кто остановится в темную ночь на руку Злые законы стандартного автостопа Что же, бродячий мудрец, твоя ложная наука Лучше рассказывай, как ты свой ксивник штопал Ночью сечет, моросит, барабанит по векам Лучик под фарника катится по небосводу Лучше сейчас мокрым лесом быть, чем человеком Лучше, чем лесом дождем быть в такую погоду Если не различить, где граница дороги и неба Ожидай света фар отовсюду, где ты еще не был Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Иначе он просто проедет мимо Я представляю, как выглядит эта трасса С той стороны лобового стекла, где сухо Дворники дождь разгребают и плавают брасом Дворники лишь не теряют присутствие духа Если не различить, где граница дороги и неба Ожидай света фар отовсюду, где ты еще не был Кто, кто остановится ночью у поворота Если тебя в тех краях никогда не ждали Ты ведь не больше, чем отблеск от катафота Сон дальнобойщика, капли дождя на металле Ну и про эту песню тоже куча вопросов Как-то мне писали, задавали Бродячий мудрец, к которому обращается лирический герой этой песни Это известный путешественник Антон Кротов Который большой апологет автостопа Написал даже целую книгу, как этим автостопом ходить Насчет Николая тоже был вопрос Люди спрашивали, почему Николаем? Что это означает? Ну, не знаю Святой Николай, покровитель путешественников Это, по-моему, понятно И еще очень распространенный вопрос Это почему брасом двигаются дворники Они же на самом деле вот так У всех автомашин Так вот, нет, не у всех У больших грузовиков они двигаются именно брасом Так что там как раз грузовик предполагался Следующая песня посвящается моему прадеду Которого звали Навтул Заславский Ему кричали Ну, спой, Навтул А он лишь руками махал До Соликамской тюрьмы дотянул И из нее не сбежал Куда бежать, если всюду смерть За ним шагает косой грозя А здесь так жалобно просят спеть Будто без песен нельзя А здесь так жалобно просят спеть Будто без песен нельзя А где же твой голос? Ответь на втул И что ты делаешь здесь? Как в синагоге ты ретянул Город запомнит и весь Горели свечи, блестел атлас И служка читал о году И славно вспомнить об этом сейчас В тридцать девятом году И славно вспомнить об этом сейчас В тридцать девятом году И встал на втул И кашель пропал Города как смоль, а лицо как мел И пел он так, как когда-то певал И как никогда не пел Он слышал гомон больших площадей И голос его не дрогнул ни стих Он видел дочек своих дочерей Сынов, сыновей своих Он пел и видел, как брата брат Предаст, не меняясь в лице И как карательный ждет отряд Учительницу на крыльце Грядущая кровь своей из страны Открылась ему наперед И кто в Канаду сбежит от войны Кого саркома добьет Он видел далекие злые края Меня в толчье метро Рядом дыхание затая Молчал соликамский острог Так жалобно просит Ну как не помочь Без песен нельзя добывать И билась ночь И курилась ночь А утро не началось И билась ночь И курилась ночь А утро не началось И билась ночь Называется песня «Моя тоска» Свою тоску Вчера на ярмарку отнес Свою тоску Сменял на новый драндулет Блестят винты и колпаки Его колес Как лов износ И в дождь и в зно На много лет Стреле стальной Износу нет И я помчал То по шоссе То по песку И странно мне Скитаться было Налегке и через час Я подобрал свою тоску Она платком Махала шелковым в руке Опять ее Мы с ним играли Во дворе А по утру Он мне принес В нос держа в зубах Мою тоску Приняв за кость Ее выгорел Как мне не спать Как мне сорвать Ее лоскут И свой ответ Прочтя на низких облаках Чужую взял себе я В спутники тоску Прижав к виску Чужую боль Забавный страх Я полный ноль В таких делах И став совсем Другим На пару долгих дней Старался так Не обернуться На бегу Когда тоска Чужая стала Вдруг моей И ничего Я с ней Поделать Не могу Вот про эту песню тоже ничего не могу сказать Она как-то пришла из ниоткуда И ничего там с внешним миром не связано никак Засыпает зевая охрана Замирают звонки телефонов Начинается фата моргана В тупиках при речных районов Вышел месяц бродячий обостров В слове неба над уровнем сквера Размываясь качается остров В четырех шагах Уливера А на острове прячутся клады А на острове пулькает гейзер И коты поют серенады На плеяды И на петель гейзер В переулках таится свечение И шаги отзываются гулка Там качаясь гуляет священник Вдоль заборов всего переулка Вечер прячется в гущу поленниц За заборами в шелест крушин Вслед за ним убегает чеченец От случайной синей машины Сквозняки висят над домами Над гнездовьем телеэкранов И пылает над сквозняками Оригами портовых кранов Проходила ночь полупустая Одиноким чартерным рейсом Осторожно переступая По светящимся мокрым рельсам Прогудела чуть выше балкона Нить ближайшего меридиана И под утро в глубоких затонах Затаилась фата маркана И такой рассвет за плечами Раздувает окно упруго Будто снова мы, как в начале Повстречали Впервые друг друга Лет восемь назад Я жил в таком очень красивом месте Москвы Там, где Москва-река делает большую широкую петлю И находятся аэрационные поля Чудесное место Я жил на последнем этаже многоэтажного дома Который выходил прямо на всю эту панораму И все это прекрасно Видел каждый день Как там этот остров стоит Остров настоящий, кстати Он действительно есть на Москве-реке Там находится поселок Шлюзы Попасть туда абсолютно невозможно Он закрыт со всех сторон И что там еще было? А, и священник там тоже гулял Потому что там рядом находится Николай Перервинский монастырь А вот Что касается чеченцев Из «Синих машин» То эта уже песня в этом плане безнадежно устарела Потому что синие машины уже совершенно не синие Они бело-синие Вот Ну Но его песню так просто не ставишь Много лет назад, когда мы выступали еще с Шуриком Карповым Мы с этой песней начинали наши концерты И сразу после нее шел карповский вариант вида с балкона Зелено-золотые волны Бросают листья на асфальт Домов плывущие балконы Чуть слышно мачтами скрипят Мимо летят Странные птицы Чтобы где-то петь о нас В небе жарком Чтоб когда-нибудь потом Нам приснится мог Сентябрьский закат Балкон над парком Играет музыка повсюду И на балконе босиком Рискует подхватить простуду Мы говорим о том, о сём Бросив за столом гостей Не уснувших Наблюдаем, как угас День агарком И тихонечко веслом Оттолкнувшись Направляем через ночь Балкон над парком Вот Насколько я помню ситуацию Это Если первый балкон был На улице Шоссейной В районе Печатников То второй этот балкон Был где-то на Серганской улице И вот посвящение Карпову Там на закате сияющий край Холмов травяных С чудесами внутри Всю мою радость С собой забирай Боль и усталость Моим не бери Ждёт вокзала Сумрачный слот Поезд пустой Но смешной проводи С пивом любимым Бутылку несёт Вечер осенний И к окошку приди Пусть незаветно Длится полёт Пусть остаются Все беды вдали Фереск и клевер Ветром согнёт Скорый состав Москва край земли А в том краю Объяснят как пройти Собьют две доски С двери под холмом Все, кого только Припомнишь в пути Встретят тебя там За круглым столом Это ли всё называется рай? Я не уверен И лучше тогда Всю мою радость С собой забирай Вдруг пригодится В дороге туда Некоторое время У нас на концерте У нас на концерте Будет такой вот рефрен Из настраиваемых стронов Это Зависит от разных параметров Температуры Влажности И особенностей Это гитара Которая появилась у меня Однажды в 2002 году После того, как я Разбил свою старую гитару В лобовом столкновении В 30-ти километрах От Новосибирского Аэропорта Толмачёва Вот какая история была Приехал туда концерты Давать И тут же вот сразу После встречи Мы врезались В какой-то там Рафик Все живы Ну там у меня там Гарри Поттер Получился на Нароже А вот гитара Которая там Стояла на одном из мест Она вся в щепки Просто какие-то В труху размолотилась Вот И пришлось Очень быстро искать Гитару там А то нехорошо же Приехал петь Остался без гитары И вот нашли Вот эту вот Замечательную Рукодельную гитару Мастера Никитенко Следующая песнь называется Игра в банки Была такая игра В нашем детстве Но вроде как Песня вовсе не про эту игру А про другое Как летит Бита Битая моя Над морем Серого асфальта Банка Мятая Она Кирпич В меловый круг И нет желаний Цели Что же ты Не идешь На свет Не продолжаешь Кон И не отводишь Класс Самолет Самолет Ли невидимы Или Муха В голубой жаре Птица Здесь Не летит Собьют Не по злове Скорее По привычке Здесь Не падают На бегу Такая музыка Стеклянной крошки Спит А цель За черту Пора быть На чеку Открыт Охотничий сезон Отвернись Или Не молчи Но Внимание Не привлекай Кто Зайдет За пределы Поля Тот Сегодня С нами Не играет Обрывается Там Пространство Ничего Оттуда Не припомнишь Ты Валет Лейтенант Ладья Тверда Рука Твоя Рассчитан Легкий Шаг Отчего Не бежишь Как все Или правила Не для тебя Яркой точкой Сверкает банка Где-то далеко На горизонте Я не вижу Водящего Но знаю Что мы с ним Уже встречались Мы с тобой В тишине Застыли Словно Воздух пыльный Нас Отъединил Вот Рука Для того Моя И нужна Чтоб уместить Твою Снова Выцветший Синий Купол Раскрывается Над горизонтом За границами Нашего Асфальта В точности Такой же Виден Вы Теперь Игроки Все у одной черты Вдали Все на одно лицо Муха по небу Прогремит Самолет Случайно Не спугни Песни конечно вовсе не проигру Ну Ну Там Совсем без игры Не обошлось Потому что вот это Валет лейтенант ладья Это оттуда Это означают Разные звания В этой игре Просто Валет Ну в некоторых В некоторых версиях Игры в банке Шли карточные масти В некоторых шахматные Иногда еще там были Звания Типа там Рядовой там Бифрейтер и так далее Разница в этих званиях Чем выше звание Тем ближе Можно кидать палку Чтобы сбить банку Но еще раз повторюсь Песня совершенно не об этом Она вовсе по-другому Пролетая на метле На метле Вижу ленинские горы во мгле Поудобнее сажусь на седле И даю движку форсаж За трамплином За трамплином поворот 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 За поворотом Чёртов брод Где никто меня сегодня Не ждет Вот такой вот антураж Нынче славна в подмосковных лесах А тебе одни рога в волосах И купуй теперь в пустых небесах С носом как у сиранок Может как-то изменить статус коло Да с собою не возьмешь никого Даже издеваться над ПВО Нынче не разрешено Может как-то изменить статус коло Да с собою не возьмешь никого Даже издеваться над ПВО Нынче не разрешено Значит, до свидания, чёртов брод На высотке я прерву свой полет Домовую мне чашку кофе нальет Корпорации на стле Полечу я дальше рыцам в пуху Превращая чепуху в чепуху Слышишь, милый мой, как я наверху Пролетаю на метле Полечу я дальше рыцам в пуху Превращая чепуху в чепуху Слышишь, милый мой, как я наверху Пролетаю на метле Корпорация Нестле мне ничего не заплатила Это тоже один из таких постоянных вопросов А кофе корпорации Нестле на самом деле не самый лучший напиток, который надо пить Да, и вот с этой песней была эта история Ну такая не история, а некоторая странность, которая тоже всегда рассказывала на концертах Я начал писать ее, еще не зная, чем она закончится А потом понял, что она для женского лица Но отступать назад уже было поздно Пришлось так и закончить, для женского лица При этом я не слышал никогда, чтобы ее какие-то дамы пели и исполняли Анциферова поет, да? Отлично Хорошо А в основу следующей песни заложена известная такая античная легенда Которую еще Геродот описывал у себя Про то, как жил один царь, у которого все было хорошо И настолько было у него хорошо, что боги начали ему завидовать При этом его честно предупреждали все знакомые мудрецы, что это плохо Нельзя, что боги завидовали Но он как-то не внял этих увещеваний А потом решил, вот я сейчас седу на лодку Поплыву далеко в море и что-нибудь такое сделаю И когда он заплыл далеко в море Он снял с руки какой-то свой перст и не выбросил в воду И сказал, ах, у меня какая потеря Вот теперь боги, наверное, не будут мне завидовать Но все, конечно же, закончилось плохо Потому что так дела не решаются Боги все равно завидуют И у него там все было нехорошо в итоге Но песня вовсе не про царя и вообще не про это Песня называется «Рыба» Отчего ты, рыба моя, печальна? Отчего не радуешься, не пляшешь? Не гоняешь больше задорной песни Пузырьки в подводных своих чертогах Разве больше тебя не зовут наяды В хоровод при толстой луне прилива Потускнели разве твои чешуйки И мечты твои о стране коралла? Отвечает рыба, о добрый путник Проникает солнце на много метров Только добрые вести несут теченья Но не радует ничего мне сердце Принимают дружбу мою наяды И красные плавники у меня, как вечер Но не радует ничего мне сердце Ты позволь поделиться с тобой смятеньем Расскажи мне, рыба, о горьких думах О печальном облаке над заливом О тревоге зряшной, беде поспешной О косматом облаке, расскажи мне Отпущу своего я конька на волю Пусть на чистых водорослях пасется Так и ты на волю свои печали Отпусти, душе твоей легче будет Отвечает рыба, о добрый путник Уронил кто-то в море сегодня перстень Пронизал он ночью воды звездою Будто звезды утром умеют падать И на перстне том ярко сияли буквы Не успела прочесть и понять их смысл Я его проглотила в игре бездумно И теперь предчувствие гложет душу Не печалься, рыба моя, не надо Это знак без сомнения самый добрый Там твое не чертано было имя Неспроста ты избрана провидением Это значит, тебя ожидает слава И наяда тебя изберут царицы И пока не прискучит тебе правление Будет ждать страна, о которой грезишь Отвечает рыба, о добрый путник Теплым милом речь твоя облегает Не нужна мне вовсе морская слава Я тот час отправляюсь в свою дорогу Проникает солнце на много метров Далеко моя разнесется песня До свидания, путник, моя надежда Мы увидимся в нашей стране кораллов Спасибо Я, по-моему, еще забыл рассказать в этой легенде Что вот царь бросил это кольцо, значит, в воду И, значит, так притворно всплакнув Вернулся обратно во дворец А через несколько дней ему принесли Удивительную нездешнюю рыбу Ее поймали у самых берегов его царства И... Нет, сейчас не надо так делать Вот, иногда книги падают просто На разных концертах от разных песен Да, было бы смешно, если бы там стоял Геродот Как раз Вырванулся Так вот, благодаря красоте и нездешности этой рыбы Ее решили испечь целиком То есть не резать на части И прямо целиком на огромном блюде Значит, этому царю принесли, значит, на покушать Тот стал в ней ковыряться И наткнулся на что-то твердое Раскрыл, а там его перстень внутри Вот тогда-то он и понял, что все у него будет не лучшим образом Но песня как раз же не про царя вовсе А следующая песня не на мои стихи написана А написана на стихи Вадима Седова Называется она «Китай-город» Выходными с крыш текло А на неделе снегопад Так беги, беги, беги Поднявший ворот Сверху снег летит и снизу Из подворничьих лопат Чалы-табор, чайна-таун, китай-город Сверху снег летит и снизу Из подворничьих лопат Чалы-табор, чайна-таун, китай-город Белизна и спот не извести Тебя не извести Стиснув, свистнув тесноту за москворечья Уклоняясь от повинности на минусе мести Разбавляя воздух варварскую речью Станет жарко горожанкам на обшарпанных скамьях В настроении каком-то чемоданном И по пластиковым стопочкам пойдет гулять коньяк На здоровье Китай-город, чайна-таун И по пластиковым стопочкам пойдет гулять коньяк На здоровье Китай-город чайно-тал Хитрованская, хитровская, лихая нищета Нищета неверных знаков в тусклых блестках На себя берет штурвал китайский летчик Джауда Под небесью, где пять звездочек кремлевских Ледяная королева заметает помилом След плетущийся с пригорка на пригорок В город-призрак, город-призвук, трою кидишь вавилон Город-тайну, чайно-таун, Китай-город В город-призрак, город-призвук, трою кидишь вавилон Город-тайну, чайно-таун, Китай-город Ну, про лётчика Джаода, я думаю, все понимают. Тут недалеко находится ресторан с таким названием. Китайский лётчик Джаода. И пять звёздочек кремлёвских, они, естественно, соотносятся к пяти звёздочкам коньяка. Ну, там, конечно, совершенно бессмысленное дело туда вкапываться, в эти авторские метафоры. Это надо либо слушать, либо читать текст глазами. Следующую песню я впервые спел год назад на радио у Нателлы Балтянской, забыв все слова и сдуру использовав ненормативную лексику. А сейчас она нормально вроде звучит. Невольно живётся одним, невольно живётся вторым. И конь мой печальный отбросил копыта и скрылся в туман или дым. И хрен бы с ним, и хрен бы с ним, лети, моя песня, за ним. И хрен бы с ним, да, хрен бы с ним, лети, моя песня, за ним. Я справлюсь с вагоном проблем, но счастье задаром и всем. Теперь хоть порвись не смогу, наготовить ни нашим, ни вашим, ни тем. Теперь хоть порвись не смогу, наготовить ни нашим, ни вашим, ни Машам, ни Дашам, ни петям, ни петям, ни тем. И хрен бы с ним, и хрен бы с ним, молчи, моя песня совсем. И хрен бы с ним, да, хрен бы с ним, но не замолкай насовсем. А вот следующую песню мы, конечно, намного лучше поем вместе с Олегом Городецким, чем я один. Но Олега Городецкого сегодня нет. Он у меня отпросился официально. Музыка времени ровно звучит, облачным днём или в ясной ночи. Надо прислушаться только и вот, нота твоя своё место найдёт. Дай же нам, Господи, если не лень, чуточку смысла на завтрашний день. Чтоб не остался никто одинок, и в телефоне горел огонёк. Под батарею, где много тепла, кошка Марыся котят принесла. Их по соседским дворам разберут, как самый красивый останется тут. Дай же нам, Господи, если не лень, чуточку смысла на завтрашний день. Чтоб не остался никто одинок, и в телефон горел огонёк. Пусть не тревожит нас выбор пути. Улица тропкой смогла прорасти. Тропка в траву гонит наверняка. Где в стрекозиных глазах облака. Дай же нам, Господи, если не лень, чуточку смысла на завтрашний день. Чтоб не остался никто одинок, и в телефоне горел огонёк. Дай же нам, Господи, если не лень, чуточку смысла на завтрашний день. Чтоб не остался никто одинок, и в телефоне горел огонёк. Дай же нам, Господи, если не лень, чуточку смысла на завтрашний день. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Текст припела на самом деле здесь немой в этой песне про сарай. Я его слышал в глубоком детстве, вторая половина 70-х годов. Кишинев. Где-то на улице я слышал. Тут просят спеть еще раз первую песню. Какую? Вот только что которая сейчас звучала что ли? Вообще первую, самую первую. Ну давайте я ее в самом конце-то спою. Следующая песня называется «Самолетик». Ночью думаешь порой, глядя в небо, Что нигде ты в жизни толком и не был, И тебя над миром не возносила Ни нечистая, ни крестная сила, А куда поехать только решай. И портвей на брудершафт с корешами Выпивали, говорили, что старты, Что листов не достает, то по карте. А вот ей проблемы те незнакомы, Ты, конечно, понимаешь шагом, И на кой все части света сдались ей, Кроме бухты под названием Лисьей. Вместе с ней там то ли муж, то ли брат, Но перед тем, как возвращаться обратно, Она, ставшая от солнца рябою, Все гуляет голышом по прибою. А живет она в районе Перова, И, вернувшись, мне звонит в пол второго, Говорит, мол, было так-то и так-то, Подтверждая тем отсутствие такта. Я пускаю самолетик в окошко, Порчу снова-то по карту немножко, Вот и думаешь порой, глядя в небо, Что нигде ты, кроме неба и нет. И тоже про эту песню ничего не могу сказать. Но гуляет и гуляет. Действительно. Следующая песня называется «Дурак». Дурак опять женился на царе, Наверное, обоим по делу, И в честь того поставили в деревню На постаменте грабли за углом. Народ шагает ровными рядами И ожидает пряник, а не кнут. Волхлы трясут седыми бородами И змея свет Горынча зовут. А мы с тобой в печальной комнатушке Орлы и решки, ландыши и пушки Очки смущенно складывают дужки И час непозволительно текучий. И сторожит все наши разговоры Щелкунчик у истока коридора ему Хоть завели не до упора, Случайно позабыли вынуть ключ. Горыныч стар, ему не до охоты Ни на царевин, ни на дураков. Курорт ему, Лернейское болото, Он достает до разных берегов. Две головы его встают в разборку, А третьей, самой буйной и шальной, Он чертит в стылом воздухе восьмерку, Как мальчик у костра в степи ночной. А мы с тобой в печальной комнатушке, Как шашки перекладываем кружки, Соседки-мышки, ушки на макушке Таинственно притихли по углам. На стенах оживали лорелей, И мы свет зажгли, Чтоб стало посветлее и снедь. Из полуношной бокалей Мы разделили честно пополам. Шипит модем, прокладывая трассу, И на краю земли вступает в чат Один из тех эфирных катерасов, Что полюс свой открыли и молчат. Кивнув надменно обступившей черни, Он сообщает коротко и зло, Дурак опять женился на царевне, Наверное, обоим повезло. А мы с тобой в печальной комнатушке В одни играем видимые игрушки, Считаем время по одной кукушке, В одном и том же времени живем. И если ты окажешься в итоге Лишь мифом, появившимся в народе, То я с тобой так и останусь в роде, Детали быта и эпохи в нем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне, что ли, в стенку биться лбом возьмут, и от него рожу, Но, впрочем, что будет потом, потом, не знаю и не скажу. Сколько еще он спасет девиц, холодных лягушек и жарких птиц, Мне бы забыть тебя, глупый гусь, а я, как дура, горжусь, Что там клубок он не свяжет нас, что челобитную бить царю, Что же потом, если я сейчас не знаю, что говорю. Иван-Царевич седлает коня, несколько раз целует меня и говорит, Я вернусь, вернусь, с делами вот разберусь. У этой песни действительно раньше была другая концовка, Но что-то она мне не нравится уже. Да, парадокс кончился. Ну, раньше там была шутка такая, довольно одноразовая. И эту песню тоже хорошо и удобно было бы петь с Олегом Городецким, Но нет Олега Городецкого, поэтому звучит в одиночестве песня «Трезорка». У старого три зорки, глаза не так уж зорки, Дрожат заметно лапы, и нюх уже не тот. Ветшает его будка, в которой ночью жутко Все время слышать шорох, не зная, кто идет. Хозяин ли гость, хозяина или кошка, Гостья хозяина или тот, кто идет за кошкой, Только ей не принадлежит для старого три зорки Одной мышиной норки Достаточно, чтоб сразу и накрепко застрять. А вечер так без ветря и пудка в полуметре Там шевелится кто-то, но кто не разобрать Хозяин, гостья хозяина или кошка, Гостья хозяина или тот, кто пришел за кошкой, Только ей не принадлежит. Но высвободив лапу, трезор, не чуя запах, Уходит за калитку, а в будку не идет. Там, в тишине обманной и с полночи туманной Зовут к себе трезор, а кто его зовет? Хозяин ли гость, хозяина или кошка, Гостья хозяина или тот, кто ушел за кошкой, Только ей не принадлежит. Ну, хозяин ли гость, хозяина или кошка, Гостья хозяина или тот, кто ушел за кошкой, Только ей не принадлежит. А про эту песню тоже не знаю, что сказать, Но песня, песня, трезорка. Разве что написал я ее в каком-то, в 98-м году, Когда работал в такой фирме. Фирма занималась изготовлением и продажей сейфов. Называлась она «Трезор». И они мне не заплатили зарплату примерно за год. Но это, естественно, к песне не относится никак. Просто трезор, трезор. Гусь улетел на небо, Ловит его лисичка. Все, что хотел, случилось. Было ли это вовсе? Пена стекает с кружки, Воздух в луче пылится. Жить остается много, Хочется побыстрее. Гусь улетел на небо, Гусь улетел на небо, Ловит его лисичка. Будешь в дырявой маске, Топ и в античных мифах. Переверни кассету, Годы на крыльях значат, Меньше, чем окрик ночью В центре пустой планеты. Гусь улетел на небо, Ловит его лисичка. Крутятся на запястье Четкие опечатки. Вольно ли нам прощаться, Вольно ли нам быть вместе? Очередной том жизни Вышел, читай, по звездам. Она такая странная песня. Но что касается гусь и лисичка, то это совершенно реальные созвездия. Находятся они рядом, то есть как будто бы и в известной иконографии этих созвездий, которая была сделана еще в Средневековье, там лисичка, такая вот там, четыре звезды, по-моему, держит в руках, в лапах гуся. Две звезды. Это отдельные созвездия, но они вместе всегда. Песенка называется «Персонаж». Следующая. От скуки бес меня хранит и путает порой. Создай, толкает что-нибудь, коль свет тебе не мил. И чтоб развлечься на лишний раз я выдумал герой, вагон полночного метро ему так подходил. Сначала я творил легко такая сила в слове, но все труднее предавать черты лица ему. Ну, рот и нос туда-сюда, ну, волосы и брови. Но вот глаза, помилуй Бог, да где ж я их возьму? Одно и то же всякий раз пустой вагон мотает обрывки схемы на стене. Да мы сидим вдвоем, и я исписанный блокнот рассеян на листах, чтоб через несколько секунд совсем забыть о нем. прощай на век, мой персонаж, нам не судьба быть вместе. Недели словно дни бегут, а день летит как час. Я только что его в метро встречал на том же месте, с моим блокнотом в кулаке и счастьем вместо глаз. Куда он денется в конце, придуманный вначале? Одно лишь слово ему достаточно вполне. Моя звезда его хранит, грустит ли он в печали? Мой ангел дышит, на него скучает ли по мне? Моя звезда его хранит, грустит ли он в печали? Мой ангел дышит, на него скучает ли по мне? Мой ангел дышит, Про эту песню даже не очень понимаю, что говорить. Разве что был у меня когда-то блокнот такой самодельный. Действительно, пижонство заключалось особенное в том, что я распечатывал мелко-мелко там свои тексты и вот я тогда работал в конторе у которой в которой была такая штука переплеталка можно было там заложить всякие там листы сверху положить обложечку сверху еще такой прозрачную пленка потом сделать рычагом вот так и в итоге получался удобный блокнотик вот я значит пижонил с этим блокнотом там распечатал на принтере мелко там туда вставлял вшивал и его потерял метро в итоге зато песня получилась следующая песня называется железная сказка когда свободно такси шофер достает железный ключ из-под ног достает железный ларь и железный замок отмыкает ключом помогая плечо он достает из ларя пинцет две отвертки и шуруп затем железного кота укрепляет его на приборной доске справа на уголки стучат монетки в ночи шофер отдыхает не движи а кот открывает правый глаз и зеленый огонь мы видим издалека и нету пика но пассажир не идет шофер издает глухой щелчок затем демонтирует кота кот в железном ларе тоже щелкнет пять раз закрывая свой глаз и уезжает такси домой по железной мостовой туда где растет железный дом и железная дверь с деревянным крюком отдается с трудом сложится во тьме скрипя на магнитную кровать тишина ничего не услыхать только изредка вот на пустынном дворе щелкнет где-то в ларе вот а про эту песню не спрашивали спрашивали что за монетки у вас там стучат в ночи а когда я пытался что-то говорить что ну как будто там стучат там монетки от такси там в счетчике мне говорили нет это все неправильно думаете монетки это какая-то такая система на на руле велосипеда только напишется через а вот и так с тех пор и не понял что это означает хорошо что вот пришла записка и в ней прямо просят песню которая так у меня стоит следующий да называется она два дыхания что за песенка два дыхания ничего в ней нет интересного ни мотива нет ни названия трата времени бесполезная часто петь ее не захочется два дыхания разве дышится а захочешь спеть в одиночестве по отдельности не услышится твой волшебник нас так заколдавал по всем правилам читания вот и негде жить проблем завал песенку два дыхания видно для нее мир наш тесен так что летит она в небеса скари не спускается с неболесенькой и достать до нас не хватает ей нам не жить сгоря в ритме то станет ни безумия ни страдания ничего там нет да и нас там нет только песенка два дыхания ничего там нет да и нас там нет только песенка два дыхания и я а 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 Надуется, распутится, А праздник всё никак не начинается. Ах, выскочить, ах, выбежать, Сохватить её за крылышки забелые. Сплясать с водёнкой полечку, Ни холодно, нисколечко, Ах, знал бы кто, что делаю, Что делаю, качается. Качается, качается Весь мир вокруг фонарика, Останется, раскается, И улететь на грозди снежных шариков. А на небе, а на небе Придумать дом с крылечком и прихожей, Где за окошком яблочным Не слышно криков галочек Далёкому прохожему, прохожему. Закончится, закончится, Закончится в озёмочке дыхание, И стончится, озвончится, Лишь галочкой на небе сквозь мерцание. А галочка, а галочка Летит себе над крышами над инием, И в полечке, что вьюжится, Сама с собою кружится, И не ты счастливее, счастливее, а улица. А вот я ещё решил сделать в середине своего концерта некоторую рекламу. Но не от корпорации на инистре ни разу, а от самого себя. Реклама следующего концерта, где я опять здесь буду на этой сцене выступать, Здесь же, в Гиперионе 24 июня. Это будет концерт, который мы придумали вместе с Женей Славиной. И в этом концерте будет два отделения. В одном будет наша самая старая программа, А в другом отделении самая новая программа. Самая старая называется «По дорогам еврейской песни», Но она вся уже переделана полностью, больше чем напополам, наполовину. А вторая программа будет называться «Когда-нибудь второе дыхание». И туда вошли различные старинные песни, которые мы слышали в детстве, Но не в кругах авторской песни, а из кинофильмов, по радио, откуда-то еще звучали. И тоже не все, а те, которые и в детстве нравились, и до сих пор нравятся. Их петь не зазорно. И в качестве такого анонса, этого концерта, который будет 24 числа здесь, Пару песен споем. На печке горит огонек, И старый рэбэ учит детишек еврейскому алфавиту. Смотрите, дети, вспоминайте. Вот эта буква называется «Комец альф», а читается она как «О». Когда вы станете большими, дети, вы сами узнаете, Сколько в этих буквах скрыто слез и горя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Допуститры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот что я могу сейчас Так это песенку про камнереза Вершина камня Пустья стволы и ветки какой-то кроны, допустим, вязан или не вязан другого древа, под ним стоят, как на страже, браво, пузатый лев, прислонившись слева, и лев худой, притулившись справа, пузатый лев говорит худому, что жизнь теперь началась такая, что по неволе уйдешь из дома, а тот как будто ему кивает. Под ними знаки вчерашней даты, в рисунках символов незнакомых, напоминающие горбатых и экзотических насекомых, они расселись, сначала сбито, но друг за друга, цепляясь крепче, стекают в землю с боков гранита, как подобает забытой речи. У меня спит человек от пьянства, глядят прохожие из-под лобья, он камнерез, и его богатство одно лишь собственное надгробье, опять с тех пор, как ушел из дома, ему прекрасная фея снится, и умоляет, сходи к портному, купи три метра цветного сица. Сходи к портному, купи три метра цветного сица. Сходи к портному, купи три метра цветного сица. Ну, я попробую спеть одну песню, которая не из этой программы, автор стихов Лариса Тараканова, если я правильно помню, музыка Михаила Либермана. Если ты меня забудешь, если я тебя забуду, В этом мире многолюбном не изменится ничто, взявши зонтики и боты, люди выйдут на работу, потому что дождь осенний бьет, как через греши. Но при всем, при том, при этом в нашем доме пахнет летом, пахнет летом в нашем доме уж который год подряд. И под ясными лучами, за твоими, за плечами, словно крылышки сквозные ослепительно горят. Я сижу, обняв колен, твоя мама, мама Лена, повторяет терпеливо жаловаться, погоди. Ведь при всем, при том, при этом в вашем доме пахнет летом, и по-прежнему прекрасно все, что ждет вас впереди. Если ты меня забудешь, если я тебя забуду. Прошу прощения, это слишком детская песня из таких дальних времен, что просто ее даже не достанешь. А это я уже спел, ура, молодец. Вот такую песню мне неожиданно захотелось спеть. Она очень странная, я вообще не понимаю, зачем я ее написал. Называется она «Двойной этюд на ночную голову». Если слушать в ночи стук ветра, в законные планки-драмки, Хорошо размышлять о чуде между часом и четырьмя. С педантичностью геометра, все считать и считать поганки, От поганок вреда не будет, но если бы никто тут окромян. Носника с весничихой старых, ночника с ночничихой верных, Отчего-то нормальных белых не встречается в тих лесах. Прибывает в ночи товарный мир спосится над перервой Поцелуи стальных вагонов, охи-вздохи на тормозах, охи-вздохи на тормозах. Там растут золотые ветки и серебряные загадки, То весна на дворе, то осень, то немедленно Новый год. От поганок, от необъедки, экология не в порядке, Лесники-ночники выносят мухомор свою песнь. Поет он, поет о веселой мухе, и елозит по ветру шляпкой, Повергая в священный ужас заплутавшего грибника. И все дальше в подобном духе ночь болтает мохнатой лапкой В теплом космосе света лужи убежавшего молока. Убежавшего молока. Ну, насчет перервы, это тоже, потому что я написал в то время, когда жил на улице Шоссейной в Печатниках. Там как раз недалеко эта станция перерва. И ночью на этой станции происходит, точнее происходил, сейчас не знаю как, Постоянный перестык, ну да, перестык каких-то поездов, вагонов. Они там джух-джух, это все прокатывается по этому, по всему Печатникам. Все эти поцелуи железные. Песенка называется «Ушедшие в ночь». Возвращайтесь, ушедшие в ночь, провожать свое счастье, Своё глупое счастье в прозрачных детских серёжках. Если вам повезло провожать его именно ночью, Возвращаясь обратно, держите на наше окошко. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, на свои баррикады. Там на тех баррикадах темно, ничего не понятно. Перепутайте, где своя сторона, где чужая. Велика лебеда, возвращайтесь, ка лучше, обратно. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, за дешевым портвейном. Потому что всего ничего нам от ночи осталось. Потому что не этим портвейном живы едины, А любовью, которую все принимают за жалость. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, провожать свое счастье, На свои баррикады. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, на свои баррикады, За дешевым портвейном. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, за дешевым портвейном. Провожать свое счастье. Спасибо. Такая вечно актуальная песня получилась. Песенка называется «Болото». Следующая. Ходи на закате из леса, а там Одинокий болотный стареющий храм Я его никому не отдам, Да никто и не просит. Загляни мимо ходов, как тропка легла, Чтоб долгую зиму хватало тепла. Помни, как над болотом плыла. Одинокая проси. Если есть водяной в этих гиблых местах, Он сидит вечерами у лета в гостях, Убеждает забыть о делах, И бьет шапкою воде. А когда лето спрячется в лисию нору, Водяной вместе с лешим стоят на юру, Чтобы ночью на стылом ветру Встретить новую осень. И болото затянется в горочке льда, Под которой неслышно дарится беда, Для того, кто однажды сюда Заглянул мимо ходов в эту урую землю Тоски и вины, Где восходы редки, а закаты красны, Где болото с одной стороны, А с другой не болото. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот еще одна песня, Которую меня счастливо попросили спеть в записке. Я ее как раз сегодня выучил. Это прекрасно. Называется она «Посвящение елке». Разбираю новогоднюю елку, Елка знает, что во зло, а что милость, И что нету от нее нынче толка, Столько снега на душе накопилось. А вот этот шар, что выгнулся зябко, Цвета детства моего вместе с братом, На торжественную елкину лапу Его мама надевала когда-то. Начинается февраль, и всю хвою То ли снегом замело, то ли пылью. Голокольчик мы купили с тобою, А вот шишку нам друзья подарили. Этот шар почти нисколько не весит, Сверху зелень, снизу цвета кармина. Тебе было девять лет или десять, Ты болела корью и скарлатина. Эту елку мы ведь выбрали сами, И она от января староверца, Защищая нас худыми ветвями, Все снежинки приняла близко к сердцу. Подметаю полустенки и полок, Только дальний угол мне незаметен, Где иголки повстречают иголок, Что живут там целый год меж паркетин. Кого? Рынду? Увы, нет. И листолет я тоже не спою совершенно, Потому что они сложные все. Когда был маленький, Почему-то писал очень сложные песни, С наворотами какими-то. Зачем я это делал? Непонятно. То ли дело в зрелости. Написал песню на трех аккордах, И очень хорошо. Во-первых, сам можешь петь, А во-вторых, все остальные могут петь, Когда нужно. Про бегемот и журавля. Ну давайте. Я, правда, ее не вспоминал к сегодняшнему дню, Но попробую спеть. Песня про бегемота и журавля. Когда туман вползает на поля, Свистит над полем ловчая петля, Две бабочки порхают на охоту, На бегемота и журавля. Когда туман вползает на поля, Болотный кот усами шевеля, Собрав мышей, выходит на охоту, На бегемота и журавля. Блестит в тумане влажная земля, Два головля наевшись и мадреля, Взяв шпаги, выплывая на охоту, На бегемота и журавля. А сам журавль вместе с бегемотом В норе пьет чай с душистым бергамотом, Пока туман вползает на поля, И вся земля выходит на охоту, На бегемота и журавля. Вольготно им сидеть в норе глубокой, Под шелестящей на ветру осокой, А входа в эту нору просто нет, Но там есть свет, и не одиноко. Я обещал, что я выполню просьбу для опоздавших И спою самую первую песню в этом концерте. Те, кто уже ее слышал, Ну, че, не знаю, уши же зажмите, что ли. Называется она «Божьи дурачки». Ни о чем судьбу не просим, ничего не ждем, Снова наступает осень проливным дождем. Вдаль протянется дорога, Вся бурьян до сны, Никого нет, кроме Бога, чтобы полюбить. Топай, топай, не убудет ни дровоколос, Отчего-то тоже любит дурачков господс. Холод, голод, злые взгляды, вечные тычки, Постоянно с Богом рядом Божьи дурачки. Ай-дай-ядо-дай-дай-дай, Божьи дурачки. Ай-дай-ядо-дай-дай-дай, Божьи дурачки. Стукнут вставними оконца зимние ветра, Ночь морозная начнется паром изо рта, Под ногою хрустнет льдинка и новый поворот, Занесенная тропинка дальше поведет. Если б где остановиться, лучше до земна, Но мелькают словно спицы страны времена. И в любой эпохе видно, даже без очков, Этих странных, безобидных, божьих дурачков. Ай-дай-ядо-дай-дай-дай, Божьих дурачков. Ай-дай-ядо-дай-дай-дай, Божьих дурачков. Этот склон такой пологий, лучше не скользить. Нет весной иной дороги, кроме погрязи. Дурочкам опять веселье, словно горя нет. Как так можно жить бесцельно, в чем у них секрет? Как бы горек хлеб не вышел, но все-таки он был. Если все-то дал, все вышли, значит, не забыл. Холод, голод, злые взгляды, седина к вискам, Все достанется в награду Божьим дурачкам. Ай-дай-ядо-дай-дай, Божьим дурачкам. Ай-дай-ядо-дай-дай, Божьим дурачкам. Саша, спокойно. Я с удовольствием бы спел все, что тут вот вы написали, такие прекрасные просьбы, да, и все, что написал тоже, но время у меня мало, я больше просто физически не вытащу. Ну, я могу попробовать спеть вот эту песню. Называется оно «Морское наваждение». Ах, сразу маху режет белая шхуна напополам, Тело тяжелой волны, питаемой неперерывно дождем. Зорко глядит капитан на небо чернеющее по углам, Лик его светил надеждой, но изможден. А в порту есть кабак портовый, Кабак фортовый и обед о ванной. Я родился в его столовой, Когда ветер выбил стекло. Здесь хватает всегда народу, В любую погоду, В любую погоду любые страны, Их язык непонятен сходу, Зато говорить им легко. Моя сестра безбожно красива, Как говорит отец, Она разносит по залу пиво, И с конца в конец. Брызги пены седой обнимают бушприт, И капитан командует право руля, Как светливо в воздухе сером рында звенит, Где же берег желанный, родная земля. А у нас тут разносят пиво, Разносят пиво, горланят песни, Заедает система слива, И пиво хлещет рекой. Брызги пены летят по залу, Кому-то мало, да хоть убейся, И сестрица наша устала, Она бегалась за день с лихвой. Пустые кружки я собираю Из дальних углов, Представление начинает сестра На одном из столов. Вдруг в разрывах туч блеснул Вечерний маяк, И капитан раздвигает стебель трубы, И облегченно видит он портовый кабак, Берег своей неразумной судьбы. Очень плавно она снимает, Да она снимает свои браслеты, И застежка ее простая, Упав, задевает стакан. И прикованы к ней все взоры, Платье-взоры, пластины корсета, И в раскрытые ставень створы Вплывает бурый туман. Кому-то там за спиной обидно За нравы и времена, А мне уже ничего не видно От своего окна. Якорь падает в море С грохотом, а капитан В шлюпке к туманному берегу Мчится бледный, как смерть, Ибо ветер с берега к черту Носит туман, Обнажая пустынную мокрую твердь. Капитан все пытается вспомнить, Пытается вспомнить о чем-то важном, Тщетный его усилие Он ступает обратно на трап. От прилива осталась лужица, Пена кружится, воздух влажен, Из плена вырваться, Дужиться к морю маленький краб. О, спасибо. С этой песней вообще у меня большие сложности. Я вот несколько последних лет, там, не знаю, лет пять, я ее с большим трудом пою, потому что я забываю слова в ней, я ничего не могу поделать. Она из меня рассыпается, как песок какой-то. Поэтому вот, если есть текст, то я могу. Нет. А то столько раз уже было, приходилось краснеть неоднократно. Ужасно. Даже я однажды забыл слова, когда выступал в Америке, на американском слете. Это был такой концерт очень важный, там я сидел такой красивый, такой. А тут у меня сидел Ивашенко, а тут сидел Никита. В общем, ужасно это было. Вот. Ну, зато я забыл слова, застыл как дурак с открытым ртом. И вдруг там из зала такой вопль такой. Там, что там было там? Брызги пены седой, обнимают бушпринь. Я смотрю, так эти, мэтр на меня так косится, так с уважением. На горе Синаге, как все было знаю, Моисея разбил скрижарей, видимо, со зла. Нес обратно снова, не хватало слова. Заповедь, не бойся, Раньше там была. Что ни дом, то вечен, Что ни путь, то мречен, Что ни путь из Джо Досена в голове. Ты не считать излишне, Жизнь на вкус, как вишня, У меня еще в запасе две. Ты будь всяким бедом, Если страх неведом, Разве вместо неба Твердый звон и звод? Разве днем весною Крылья за спиною С вертикальным взлетом И вперед? Что ни дом, то вечен, Что ни путь, то мречен, Что ни путь, то мречен, Что ни путь из Мирзаяна в голове. Ты не считать излишне, Жизнь на вкус, как вишня, У меня еще в запасе две. Мир наш, где мы гости, Очень узкие мости, Как же нам отсюда Перебраться туда? Никуда не деться, Есть одно лишь средство, Надо не бояться, Просто никогда. Что ни дом, то вечен, Что ни путь, то мречен, Что ни путь из Шенькарева в голове. Не считать излишне, Жизнь на вкус, как вишня, У меня еще в запасе две. У меня еще в запасе две. Спасибо за внимание. Перед вами выступал Игорь Белый. Приходите еще. А если кто-то не услышал песен, Которую он хотел сегодня услышать, То для этой цели существует Концерт 23 сентября, Который так называется Концерт по заявкам. И если до этого концерта Мне прислать какие-нибудь заявки, То я, наверное, смогу все включить. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.